Топы, топы, топы. Где топы? А какой экзот лучше юзать на этом классе, а какой на этом? Сколько уже просили меня вернуть эту рубрику? Наконец решился. Привет, Страж, меня зовут Джонни Лейни, и это новое видео на канале Трипл Вайп. Начнём мы список лучших, по моему мнению, экзотов с брони для Охотника. Поскольку именно Охотник мой основной персонаж, играю я на нём большую часть времени, и собрать все экзоты у меня, что логично, вышло именно на нём. Оговорюсь, перечислять я буду не в порядке крутости или ещё как, просто назову 7 экзотов, которые я использую чаще всего при разных подклассах и разных режимах игры. Итак, открываем вкладку коллекции для удобства и погнали. Начнём вот с этого красавца, шлем Звёздный Полуночник. Шлем этот не новый, и в игре он ещё со времён первой части, что тогда, что сейчас, шлем остаётся незаменимой частью вашего сета для битвы с боссами рейда или налётов. Благодаря этому шлему, ваш огненный стрелок будет делать не 6 или 3 выстрела, а только один, но с 6-кратным уроном. Идёте убивать ривен, нужно добить каоса или креветку на левиафане, надевайте полуночника и потом гордо спрашивайте у остальной команды, чё по дамагу, маловато у вас урона, ребят. Следующий экзот куда новее и уже хорошо знаком вам по матчам Горнила. Ведь благодаря осколкам Галанора, Охотник с солнечными ножами может ультить по 5 раз в матчах ПВП и по раз 7-10 за налёт. Вся фишка этих уродливых на вид перчаток, которые Хренас 2 вы сможете сочетать с вашим любимым сетом с рейда, например, в том, что убийства с ульты будут восстанавливать эту самую ульту. Работает это примерно так в Горниле и примерно так в ПВЕ. Ну, разумеется, не всегда именно так, иногда может быть и вот так. Всё зависит от того, сколько соперников вы убили или какой мощности монстров испепелили. Но в любом случае, ваш супер будет откапливаться до смешного быстро. А поскольку на данный момент эта ульта одна из самых годных по урону, это очень полезно. Лично я, как ганслингер в шестом поколении, безумно рад использованию этого экзота и на самом деле не снимаю его 90% времени. Ну да, пока ты пишешь, что тебя задрали им балансные охотники, что вообще смешно, если ты хоть как-нибудь следишь за метой, я перейду к обсуждению ещё одного экзота. Он позволит твоему охотнику работать дольше. Так что любая авокинша будет тебе благодарна. Жилет Гвиссина, новый экзотик из отвергнутых. Создан он исключительно для нового подкласса Путь Тени, который с пустотными клинками. Станьте невидимым после убийства способностью Призрачные Клинки, чтобы восстановить энергию суперспособности. А как можно стать невидимым? Просто нажав апперкот на R2. Что в итоге получаем? До смешного долгую ульту. Итак, делаем килл с ульты, апперкот, уходим в инвиз и погнали на забег по всей карте. Не забывайте уходить периодически в инвиз, убивать и восстанавливать ульту. В гарниле том же самом, можно трижды обогнуть всю карту в ульте. Выглядит имбово, как будто очередной багаюз. Ага. Но я бы не сказал, что таким образом вы прям матчи ПБП поломаете. Остановить охотника в этой ульте всё ещё довольно просто. Если вы не умеете хорошо и ловко двигаться, пара выстрелов с дробовика и от вашего теневого ниндзя-хантера только тень и останется. Забытый, но не потерявший актуальности шлем врагоискатель. Выглядит стрёмно. На мой взгляд, внешне больше бы подошёл к какому-нибудь выжившему из фоллаута. Но перк уж больно полезный. Я и сам долгое время пробегал в этом экзоте в прошлых сезонах. Шлем помогает видеть врагов через стены, а также увеличит урон по раненым противникам, на которых вы поставите свои метки. Чисто вы хашили маг, да мои господа. На противниках ставятся метки после того, как вы попали по ним или зафиксировали в своём прицеле. И любой их манёвр за укрытием будет вами хорошо отслеживаться. Выходя на одного-двух противников, вы сможете оценить, не бежит ли к ним подмога. Чётче планировать свои манёвры и трюки, так что тактическая польза от него такая, что переоценить её сложно. Следующий экзот сойдёт и в ПВП, и в ПВЕ. Но, скорее, по большей части всё же в ПВЕ. Сам я его в ПВП почти не надеваю, и людей в нём вижу довольно редко. Поток Рейдена. Это экзотическое тело на громобежца. Быстрые последовательные удары электрическим посохом увеличивают урон и продлевают действие супера. Опять. Короче, выбираешь Аркстрайдера, надеваешь тело Рейдена, и бежишь на любого жирного моба. Откинется он быстрее, чем закончится твоя ульта. Что-то у нас половина экзотов на продление ульты. У кого-то из разрабов комплексы там, или что? Меня этот экзот, кстати, выручил на миссии Шопот. Им там трёх боссов забирать или комнаты зачищать было очень удобно, так что примите к сведению. А теперь самый популярный экзот в ПВЕ. Экзот, который тебя будут просить надевать в любом статике для почти любой активности. Установка Орфей. Сапоги на ночного охотника, благодаря которым... Нет, не длится дольше. Ульта будет откапливаться прямо-таки моментально. Ведь основной перк этих сапог даёт суперэнергию за каждого связанного моба вашей стрелой. Ставите одну, сцепляете пачку. У вас тут же готова вторая. Пускайте её. В общем, вы Робин Гуд. Ровно до того момента, когда ваши тиммейты не загубят малину, убив всех мобов. Ну и напоследок, внезапный новый шестой койот. Он даст вам второе уклонение. Звучит так, что... Ммм, прикольно. Но давайте смоделируем пару ситуаций, где его применяю я. Надев этот чест, выберите на какого-нибудь жирного моба или первобытника, или вот на эту кирпичную стену, как я с дробовиком и келл наперевес. За долю секунды выпускаете весь заряд, делаете кувырок, перезаряжаетесь, снова весь заряд и ещё кувырок, перезаряжающий дробаш на третий заход. Короче, за куда более короткое время вы вносите куда больше урона. Вот сравнение. Прости, стена. Главное, чтобы Огр или Кабал кто там... Короче, чтоб не топнул. Вторая ситуация. Ну окей, если тебе мало нон-стоп и кела, то это тупо второй инвиз на ночном охотнике. Это и в ПВЕ поможет из-под огня уйти, и в ПВП поможет забежать за спину и собрать пару фрагов. Незаметно забежал, незаметно убежал из тыла врага. Такие дела. Конечно, кто-то из вас назовёт свой любимый экзот, который я несправедливо обделил вниманием, но для этого я приготовил для вас кое-что. Комментарии. Ага. Пишите название экзота, который используете на охотнике вы, и если я чего-то упустил, я рассмотрю ваши варианты и, может, в следующий раз добавлю его в топ. А на этом пока всё. Спасибо за просмотр. Не забудь поставить лайк, оставить комментарий, подписаться на канал, группу. Счастливо! Счастливо!